Мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Аминь. Садись, дорогие. Здесь Слово Божие, Бог открывает нам одну истину, что мы, будучи врагами, то есть мы все являемся врагами. Если вам задать вопрос, есть ли у вас враги, да, то мы можем сказать, что и нет, да. Но когда мы будем более серьезно, внимательно изучать, то мы поймем, что есть враги. Есть те, кто желает нам зла, да. Есть те, кто не любят нас. И вот человек, когда Бог создал его, он был другом Бога. Адам был другом Бога. Но Бог дал условия дружбы. Если вы будете послушны, эта дружба сохранится. Если же это условие дружбы будет нарушено, вы станете врагами. И человек выбрал как раз нарушение воли Божьей. И с этих пор все люди рождаются врагами Бога. Потому что водами мы все согрешили. То есть мы уже встали на другую сторону. В сторону врагов. Потому что змея больстил, да, враг. Душ человеческих, сатана, он привлек людей на свою сторону. И люди сами не понимая, они находятся на поле битвы. Они думают, что, ну вот я устрою себе хорошую жизнь, у меня будет там прекрасно все. Планы мои исполнятся, я вот там куплю то и другое, там у меня семья будут, дети у меня будет все хорошо. Но проходит жизнь, человек понимает, что все не так, все плохо. И кругом все противно, и жить не хочется. Почему? Потому что идет духовная война. Есть тот, кто подател жизни, есть тот, кто дал нам жизнь, это Бог. Это тот, кто сотворил человека. Но есть дьявол, который людей подмял как бы под свою власть. И мучает их, и издевается над ней. Потому что он ненавидит каждого человека лютой ненавистью. И у него одно желание. Украсть, убить и погубить. Как в Библии написано. И вам безызвестны его умыслы. То есть он желает каждого человека мучить бесконечно. И дьявол знает, что для него приготовлено место мучения. Которое Бог его пошлет однажды туда. Озеро Огненное. И он не хочет туда идти в одиночку. Он хочет людей, творение Божие, как бы мстя Богу, привлечь на свою сторону и туда же затащить. Куда ему приготовлено это место. И люди в своей глупости поддаются на его как бы обман. Как поддалась когда-то Ева. И начинают совершать грех. А всякий грех это есть как бы выступление против Бога. Это есть вражда против Бога. И каждым своим грехом мы еще больше и больше враждуем против Бога. Становимся все большими и большими врагами Бога. Но Бог в своей любви к нам не хочет, чтобы мы погибли. Он желает, чтобы опять было восстановлено те отношения, которые он создал. Когда-то, которые он имел с Адамом и Евой. Отношения дружбы, отношения доверия, отношения любви. И потому, чтобы установить этот мир, он отдал своего Сына. И мы читаем, что мы примирились с Богом смертью Сына Его. То есть это было условие дружбы. Потому что за каждый грех нужно было кому-то расплачиваться. Если есть преступление, значит должно быть наказание. И это наказание будет или на нас, и мы будем вечно наказаны. Или это наказание будет на ком-то другом. Кто-то другой его возьмет. Ну, допустим, вы пришли в какой-то магазин и разбили стекло. Ну, совершили грех, да? Совершили определенное небольшое преступление. Что в этом случае делать? Вы будете наказаны, да? А, допустим, приходит какой-то очень любящий вас человек и платит деньги, нанимает работников и вставляет стекло. Вас будут наказывать? Уже, наверное, нет, да? Потому что за вас кто-то заплатил. За вас кто-то расплатился. Вот так поступил Бог. Или мы сами будем расплачиваться за себя. Или же мы эту возможность предоставим Богу, да Иисусу Христу. Христос пришел и расплатился за наши грехи и преступления. Мы совершаем преступление, Он понес наказание. И теперь, если мы приходим к Богу с покаянием, Он прощает наши грехи, очищает нас от нашего греха и дает новую жизнь. Вот это называется «примирились с Богом смертью Сына Его». Примирились благодаря Христу. Благодаря тому, что сделал Христос, умерев за нас. И вот если мы прибилились с Богом, то теперь у нас жизнь уже не вражды, а жизнь дружбы с Богом. То есть вы друзья мои, говорил Иисус своим ученикам. И вот Адам с Евой, они были очень близкими друзьями Бога. И мы созданы для того, чтобы постоянно жить в окружении Божьего присутствия. Когда человек живет без Бога, он чувствует дискомфорт, он чувствует пустоту в своем сердце, в своей душе. Как вы думаете, почему так много русских людей пьет водку? Они говорят, душа болит. Мне говорят, выпей, я говорю, а зачем? У меня душа не болит, потому что я с Богом живу. Потому что у меня каждый день праздник, каждый день радость. И мне не нужно вот этот стимулятор, вот эту подмену, вот это химическое воздействие на мой мозг, чтобы я имел в сердце не пустоту, а радость. Они, чтобы как-то возвеселить свое пустое, вот это убогое состояние, принимают вот эти химические средства. И курят, как-то чтобы приподнять свое настроение, и пьют, и наркотики употребляют, и включают там всякую громкую музыку, и находят много-много всяких таких увеселительных вещей, чтобы как-то вот приподнять свое состояние, чтобы не быть в тоске, не быть вот в такой пустоте. Как-то хотят заглушить свою вот эту внутреннюю боль, боль своей души. А если душа болит, значит там что-то не в порядке. А не в порядке что? Душа, она жаждет иметь общение с Богом. Душа, она хочет радоваться и ликовать в присутствии Божьего. И когда человек уходит, удаляется от Бога, как Адам, который согрешил, он убежал от Бога, спрятался, Бог искал, звал его, а он боялся. Почему? Потому что, говорит, голос твой услышал, но убоялся. Потому что грех. Когда-то Каину Бог сказал, если делаешь добро, то не поднимаешь лицо свое к Богу. А если нет, если ты не идешь к Богу, то грех лежит на твоей душе. Он влечет тебя, но ты не поддавайся ему господству. И вот Бог нам дал эту возможность избавиться от этой тяжести греха. От того, что разделяет нас с Богом, от того, что делает нас врагами к Богу. Он дает нам возможность дружбы, примириться с Богом. И Бог когда-то называл своими друзьями Моисея и Авраама. Не потому, что они были очень хорошими и лучше других. У них тоже были недостатки, в Библии об этом сказано. Но они встали на сторону Бога. Они противостали дьяволу. Они стали послушны Богу. И они поверили Богу. И потому эта вера вменилась им, как Бог назвал их, праведниками. Потому что они доверили себя Богу. Все, что требуется от человека. Когда-то Иов, Енох, Ной тоже обратились к Богу с верою. И имели вот эти близкие, дружеские отношения с Богом. Еноха даже Бог восхитил на небо. Он даже смерти не увидел. Сразу же взял на небеса. Потому что он ходил пред Богом. Он дружил с Богом. И Давида когда-то Бог назвал человек по сердцу моему. Человек, которого я люблю. Почему? Чем Давид так отличался от всех других людей? От тем, что он сам полюбил Бога. И он сказал, что у меня есть Бог, и без Него ничего не хочу. Для меня Бог самое важное. И он стал другом Бога. И сегодня Бог призывает людей и говорит, хватит вам враждовать. Хватит вам гибнуть. Хватит вам слушать обманщика, дьявола. Который вам ничего хорошего дать не может. Он ненавидит вас. Он хочет вас уничтожить. Придите ко мне. И будете иметь настоящую радость. Настоящую жизнь. Будете иметь вечную жизнь на небесах. Это то, что предлагает Бог. Дружбу. И вот дружба с Богом, она возможна лишь благодаря вот этой великой Божьей благодати. Этой великой Божьей любви. В жертве Иисуса Христа. И это все от Бога. Который через Иисуса Христа примирил нас с Собою. Есть такая русская пословица. Рад бы в рай, и до грехи не пускай. Человек, осознавая свою греховность, он прячется от Бога. Как прятался когда-то Адам. Но Бог, Он не жестокий и не злой Бог, который желает нам только погибели и наказания. А Он желает восстановления нашего. Он желает нашего преображения, излечения нашего. И потому Он послал Своего Сына, доказав тем, что Он на самом деле любит нас. И Он не просто сказал, что Я Вас люблю. А Он послал, как в жертву Сына Своего. Он доказал Свою любовь к нам, отдав самое дорогое, что у Него было. И поэтому мы можем полностью доверять Богу. Потому что если Он не пожалел из любви к нам и отдал нам Своего Сына, то написано, как Он не даст нам и всего остального. Если Он дал Своего Сына за нас. Если Он так сильно нас полюбил. И Христос говорил Своим ученикам, Я уже не называю вас рабами. Ибо раб не знает, что делает Господин Его. А Я называю вас друзьями. Потому что сказал нам все, что слышал от Отца Моего. То есть Бог, Он открыл нам Своё сердце. Он доказал нам Свою любовь. Он говорит, Я вам все уже раскрыл. Как самым-самым лучшим друзьям. И если мы открываем Евангелие, мы видим все, что необходимо для нашей жизни, для нашего спасения, для нашей вечной жизни. Христос нам открыл. И Бог относится к нашим взаимоотношениям с подлинной страстностью. Вот так в новом переводе мы читаем. Гнига Исход 34.14. То есть это не объяснить с логической точки зрения. С логической точки зрения все просто. Бог создал людей. Они восстали против Бога. И с логической точки зрения их просто надо уничтожить. Так ли? Но здесь нужно подходить с другой точки зрения. С точки зрения страсти и любви. И написано, Бог так полюбил нас, что Он не пожелал нашей погибели, а пожелал нашего спасения. И вот в этом как раз вся суть, что Он хочет построить отношение любви с нами. Даже среди людей такое бывает, когда говорят даже о других, что вот тот парень там не заслуживает такой любви, или та девушка не заслуживает такой любви. Но любовь не заслуживает. Любовь она или есть, или ее нет. Так ли? А если заслуживает, это уже не любовь. Так ли? Если это заслужил уже, да? Это уже благодарность будет, да? Но не любовь. И вот мы абсолютно не заслуживаем такой доброты Божьей. Но у Бога есть любовь к нам. Бог нас полюбил. И вот ангелы, они смотрят на людей с завистью. Потому что тот ангел, который согрешил, для него уже нет никакого шанса на спасение. Написано, однажды согрешившие ангелы сохраняются под землей, вот так, в огне, на день вечной погибели. И для них уже нет возможности какого-то обратного восстановления. А люди наоборот. Оказались тысячи и тысячи раз согрешившими. А Бог, вместо того, чтобы их уничтожить, прощает. Дает возможность примирения. Дает возможность восстановления. И больше того, Он хочет сделать нас гораздо выше, чем все ангелы Херувимы и Серафимы. Он хочет сделать нас своими сынами и дочерями. То есть, ангел это служебный только дух, как воин, это служитель. А Он хочет, чтобы мы, люди, вот такие недостойные, ничего не значащие, как написано, ничего не стоящие, по сравнению даже с тем же ангелом, да? Насколько это более славное существо, чем человек. Человек это букашка просто. И вот Он хочет таких людей сделать вот такими великими своими сынами. И написано, станем подобные Иисусу Христу. И с Ним уже всегда, вечно будем. И написано, тайна это, великая тайна. Станут двое, одно целое. Христос и Церковь станут одним целым. Нам даже сейчас это не вообразить, как это будет, что это будет. Но если мы знаем Бога, мы знаем, насколько это будет прекрасно. И мы абсолютно этого не заслуживаем, даже ни в какой мере. Абсолютно. Но Он, желая показать свою любовь, величие своей благодати, своей любви, Он хочет из ничего не значащего сделать таких великих, чтобы посрамить тех, которые имели высокое положение. Допустим, Люцифер, херувим осеняющий, возгордился и восстал против Бога. И Он был низвержен с неба, на землю. И Он будет связан на тысячу лет, мы читаем, да? И потом будет брошен на вечное озеро Огнана. Вот Его судьба. Такой великий, славный оказался восставший против Бога. И вот среди нас, таких, ничего не значащих, ничего не стоящих, Бог хочет найти из этих миллиардов, семи миллиардов человек на земле сейчас, Бог хочет найти тех, которые встанут на Его сторону. Которые будут преданы Ему каждый день и каждый час своей жизни. Которые будут проверены, закалены в этой проверке, в этих испытаниях, в этих искушениях. И докажут свою верность, что они уже никогда не восстанут против Бога. Что они никогда не встанут на сторону Люцифера или какого-то другого существа. Которые всегда будут преданы Ему до смерти. И вот из таких Он хочет создать свою семью. Из верных, из проверенных. А эта проверка возможно только сейчас здесь на земле. Когда с одной стороны этот Люцифер павший, Сатана с его демонами, а с другой стороны любящий Бог. И мы делаем каждый день свой выбор. Или в сторону Бога, или отворачиваемся от Бога, поворачиваемся к этой злой личности. И проверяется наша надежность, наша верность, наша преданность Богу. И Бог говорит, будь верен мне до смерти. И я дам тебе великую награду вечной жизни. И вот нам выбирать сегодня идти ли за Христом или отвергнуть Его. От этого будет зависеть, где мы будем проводить следующие сто тысяч лет. и миллиардами. И Бог жаждет, чтобы мы узнали Его как можно глубже, как можно ближе. Деяние 17, 23 мы читаем в Библии. Дабы они, то есть люди, искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Бог недалеко от каждого из нас. Бог уторяга. Он говорит, воззови ко мне, я тебя услышу. И многие люди говорят, да нет Бога. Я говорю, как же нет? Подумай, вспомни о своей жизни, сколько раз Бог тебе помогал, да и ты к Нему обращался. Говорит, да было такое, вот однажды говорил этот человек. Говорит, я стоял, говорит, и Господи, помоги. И, говорит, какая-то сила придавила меня, и трос, говорит, порвался, говорит, пролетел, говорит, меня пополам разрубил. А, говорит, какая-то сила меня придавила к земле, и я остался живой. Почему? Потому что Богу вызвал. Один знакомый приходил, говорил, он уже петлю на шее повесил, и сказал, Господи, благослови, и прыгнул. Пришел в себя, люстра оборвана, веревка на шее, он живой, вокруг демона. Они ему говорят, ты бы к нам обратился, мы бы тебя на нитки удавили. Зачем ты к Богу обратился? Плюнули, говорит, на меня и ушли. Они довели его до такого состояния, но в последний момент он обратился к Богу, даже в таком отчаянном положении. И Бог помог ему, Бог осохранил его жизнь, Бог дал ему еще много лет прожить и славить его. Он говорит, воззови ко мне, я сразу же отвечу тебе. Только обратись ко мне, если ты будешь искать меня, я буду найти тобой, потому что я рядом с тобой, я иду рядом с тобой, каждый мгновение твоей жизни. И написано, хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает Бога. Ибо только это благоугодно, только это приятно Богу, что мы знаем Его. И вот как мы можем здесь на земле стать близкими друзьями Богу? Как мы можем не враждовать Богом, а дружить с Ним? Для этого должно быть постоянное желание общения с Богом. написано непрестанно молитесь, то есть непрестанно обращайтесь к Богу в мыслях, в словах. Мы приглашаем Его стать участником наших дел и остаться чуткими к Его присутствию. Это уже от нас зависит, от нашей воли. Или забыть о Боге, выкинуть Его из своей жизни, из своего разума и не думать ничего, как один человек мне сказал, ничего не говори мне Богу, я не хочу ничего слушать, не хочу ничего знать, мне не нужен Бог. Это Его выбор, сознательный выбор. А другие люди говорят, мне нужен Бог, а я хочу с Ним иметь постоянное общение, я хочу, чтобы Бог вел меня по этой жизни, я хочу, чтобы Бог хранил меня, я хочу, чтобы Бог руководил мною, чтобы Бог давал мне мудрости, разума, это уже личное желание человека, это желание дружбы, дружбы с Богом, и делать для Бога то, что раньше ты делал только для себя, то есть, если мы все рождаемся с любовью к самому себе, то, будучи взрослыми, мы должны научиться любить Бога, и любить ближнего, как самого себя, поклоняться Богу посреди самых заурядных дел, благодарить Бога за все, написано, за все благодарите, такова воля Божия у вас, и один Бог, и Отец всех, и Он над всеми, и через всех, и во всем, и вот Бог желает, чтобы мы открыли свой разум, свое сердце, и увидели не только то, что видим мы физически, но увидели гораздо больше, увидели духовно, увидели душою своей, что Бог любит нас, что Он заботится о нас, как в одной песне мы поем, что везде я чувствую везде тебя Господь, и в ночной тишине, и вот в этих звездах, и в этих волнах, и в этой прекрасной природе мы должны увидеть Творца, который все это задумал и сотворил. Если мы возьмем какую-то вещь, допустим, эту, то мы знаем, что есть люди, которые это придумали, был дизайн, который нарисовал вот это, где там какая кнопочка должна быть, где что находится, и это сделал человек, но если мы посмотрим даже на листочек из дерева, или на цветок какой-то, ведь тоже есть тот, кто его задумал, придумал, кто дал ему цвет, кто дал ему форму, кто дал ему возможность развиваться и расти. И если мы, видя какую-то человеческую вещь, должны понять, что есть люди, которые вложили туда свою силу, свой разум, свои творческие способности, то, и смотря вокруг себя, мы должны видеть того, кто вот это все сотворил, что не сотворено человеком, не человек изобрел этот цветок, так ли, в отличие от какой-то другой человеческой вещи, а есть тот, кто стоит за этим творением, и мы должны видеть, насколько он мудр, насколько он прекрасен, представьте, если бы люди придумали вот такую штучку, которую положил, там на некоторое время приходишь, а там уже две таких лежит, разгножаются, такое бы чудо было, а с людьми это происходит, если ты машину поставишь в гора, там будешь бензина давать, она так и останется этой машиной и сожареет, но если у тебя там, допустим, лошадка там, то у нее есть возможность уже будет две лошадки, три лошадки, а потом целый табун, через какое-то время, какой премудрый Бог, Он это все создал, Он это все задумал, и так это все продолжается уже тысячелетиями, потому что Его силою все существует, Его разумом, Его премудростью все происходит, и если Бог свою вот эту творческую и управляющую силу на одно мгновение прекратил, то все бы взорвало, все бы сгорело, но Бог в любви своей продлевает существование нашего мира и нашей вселенной, потому что у Него есть план, у Него есть замысел, и в этот план ходим мы с вами, чтобы мы примирились с Богом и выросли, как Его друзья, и стали Его детьми вечно, и были с Ним там, с Господом вечно, и Он скажет, в малом ты был верен, теперь над ноги поставлю тебя, войди в радость своего Господина, это сказал Христос, и это обязательно произойдет, потому что у Бога не остается бессильным никакое слово, это мы можем только сказать и не исполнить, если Бог что-то сказал, то это навсегда, это обязательно произойдет, потому что Он Бог, Он не человек, и Словом Божиим был сотворен этот мир, и Словом Божиим этот мир сейчас существует, и однажды скажет Бог Слово, и земля, и все дела на ней сгорят, и небо свернется, как свиток, и Бог создаст новое небо, и новую землю, где будет обитать только правда, где уже не будет лжи, где уже не будет дьявола, не будет вот этих врагов Бога, которые грешат и наслаждаются этой граждой с Богом, а будут те, которые встали на Его сторону, и там всегда с Господом будем, и сейчас на земле Бог хочет, чтобы мы научились вот этой дружбе, постоянно, молитесь, обращайтесь, общайтесь с Богом, простыми разговорными словами, общайтесь с Ним, Он желает этого, как родители желают, чтобы ребенок приходил к ним и разговаривал с ними, так и Бог желает, чтобы мы приходили к ним и разговаривали с Ним, постоянно размышляйте о Боге, это еще одна возможность подружиться с Богом, думать о Его Слове на протяжении всего дня, прочитайте Слово Божие и размышлять над Ним, мы читаем, в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, это счастливый человек, размышляет о Слове Божьем каждый день, и невозможно быть другом Богу, если не знаешь того, что Он говорит, не знаешь того, что Он думает, что Он мыслит, какие у Него планы, а узнать мы это можем только из Библии, мы можем узнать, что Бог хочет от нас, и Бог открыл нам, как мы читаем, Бог открыл Себя Самуилу через Слово Господне, Бог открывает и нам Себя через Слово Свое, через Библию, и чем больше мы будем раздумывать над Словом Божиим, тем меньше у нас будет беспокойства, суеты в жизни, тем больше будет вот этого мира, который дает Бог. И вот именно молитва, она позволяет нам разговаривать с Богом, а размышление над Словом Божиим дает возможность Богу сказать нам. Мы читаем Иова 23, 12, От заповедей усть его не отступал, глаголы усть его хранил больше, нежели свои правила. Вот так жил Иов. Он для него, то, что сказал Бог, было гораздо больше, чем вот даже он для себя сам решил. То есть это было больше его, и он как бы преклонялся пред Словом Божиим. Мы читаем, псалмопевец Давид говорит, «Как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем». То есть это был его выбор, это было его желание. «Тайна Господня, боящимся его, и завет свой, он открывает им». То есть если у меня правильное отношение к Богу, то Бог открывает мне свои истины. И мы читаем у Иакова, «Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам». То есть если мы сделаем один шаг нам в сторону Бога, то Бог сделает нам в нашу сторону много шагов. И степень нашей близости к Богу будет зависеть именно от нашего желания, от нашего решения, от нашего выбора. И решать, оставаться перед Богом, это быть предельно честным. Истинная дружба, она всегда строится на откровенности. А допустим обида, это самая серьезная помеха наших отношений. Если вы на кого-то обиделись там, на своего друга, то и дружба может закончиться, если вы сильно обиделись. И вот так же и лукавый, он хочет в наше сердце поселить недоверие к Богу, поселить какую-то обиду. Помните, как он это сделал с Евой, да? Он сказал, а подлинно ли сказал Бог? А так ли добрый Бог тебе? Нет, говорит, вы не умрете, вы станете сами такими великими. И в сердце Евы закралось это сомнение. А на самом деле Бог такой добрый. На самом деле Он хочет мне самого хорошего. А может быть Он от меня что-то утаил, спрятал, не хочет мне что-то дать. И вот так была разрушена дружба с Богом. Из-за этого недоверие. И потом она пожала очень горькие плоды. Было изнано из рая, было проклято, и один сын ее убил другого сына. Это было все последствия отступления от Бога, недоверия Богу. И вот у нас есть в Библии книга Псалтыр. 50 псалмов, которые учат нас именно разговору с Богом, общению с Богом. Как подобие, пособие для поклонения Богу, для общения с Богом. И поэтому читайте псалмы, чтобы у вас было сердце настроено на разговор с Богом. И каждому человеку нужно твердо решить, что я буду в вере повиноваться Богу. Как Бог однажды говорил израильскому народу, изберите, кого вы будете служить. Мне или иным богам. Это же самое обращение Бог относит и к нам. Кому ты будешь служить в своей жизни? Кому ты будешь поклоняться? Кого ты будешь прославлять? Бога или что-то другое, или какой-то идол. И мы читаем Иоанна 15 14 Христос говорит «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». То есть если вы будете послушны словам Христа, вы будете друзьями Бога. И если мы хотим идти за крестом из благодарности и любви, то мы будем послушны Ему. как Он говорил «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною». За наемником не идут, убегают от него. Не идут за голосом дюжим. Как вот это происходит с пастухами, которые допустим ведут свои стада, чтобы напоить их. и вот эти овечки все смешиваются. Но потом эти пастухи отходят на разную сторону и каждый начинает звать своих овечек. И каждая овечка знает голос своего пастуха. И потому она уже не ошибется. Она уже пойдет за своим пастухом. И эти стада разделяются и уходят дальше. Вот так происходит в этом мире. И вот это Христос отнес их людям. Так же и люди. Они знают разные голоса. У них есть разная приверженность. Как можно сказать разные кумиры. То есть они идут за разными людьми или за разными идеями. Создают разные политические партии. А Христос говорит а те которые хотят быть со мной на небе они в первую очередь слушают мой голос. Они знают мой голос. И они идут за мной на небесах. И Христос говорит если заповеди мои соблюдаете пребудете в любви моей как и я соблют заповеди отца моего и пребываю в его любви. И это сказал я вам чтобы радость моя в вас прибыла и радость ваша была совершенной. Конечно же все люди хотят быть радостными но условия радостной счастливой жизни мы читаем здесь если пребудете в любви Христа а чтобы прибыть в любви Христа нужно соблюдать то что он говорит повиноваться ему. И Господь хочет чтобы мы пришли к Нему чтобы мы доверили Ему свою жизнь и жили вместе со Христом. И каждому нужно твердо решить что я буду разделять ценности Бога. потому что у каждого человека есть какие-то свои ценности когда мы были маленькими детьми у нас были свои ценности какие-то наклейки какие-то денежки значки это была наша ценность мы даже обменивали их с другими на какие-то еще более ценные вещи но когда мы выросли у нас появились другие ценности и если вы поговорите с людьми то каждый скажет вот у меня это моя ценность как один мой знакомый сказал как это ты водку не пьешь с женщинами не гуляешь зачем тогда жить на земле то есть какие ценности у этого человека кроме водки и женщины больше ничего нет это все его ценности и однажды он предстанет пред Богом и даст это Продолжение следует...